Лекция по Бхагавадгите, как она есть, 7 глава, тексты с 1 по 3, прочитана Его Божественной Милостью, Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 10 сентября 1973 года в Стокгольме, Швеция. Это стих из 7 главы Бхагавадгиты, которую мы опубликовали под названием «Бхагавадгита, как она есть». В мире существует множество изданий Бхагавадгиты, но в большинстве случаев они были опубликованы для того, чтобы обосновать собственные философские позиции автора. Однако мы не принимаем подобного рода толкования Бхагавадгиты. Бхагавадгиту должен рассказывать Верховный Господь. Поэтому здесь сказано «Бхагаванувача». Знатоки санскрита поймут смысл слова «бхагаван». «Бхагаван» – «бхагаван» – «бхага» – значит «богатство». А того, кто обладает богатствами, называют «ван» – «вадпратьяя». Слово «ван» образуется от «вадпратьяя». «Бхагаван» – это тот, кто исполнен всех достояний. Есть шесть видов достояний. Богатство, слава, сила, знание, отрешенность, красота. Вот что такое богатство. Если человек очень богат, он привлекает всеобщее внимание. Точно так же, если человек очень влиятелен, в силе он, это тоже привлекает многих. То же самое можно сказать про знаменитого человека. Если человек очень красив, или женщина очень красива, они тоже очень привлекательны. Если человек очень мудр и учен, он тоже привлекает внимание людей. Таковы шесть достояний, и мы обладаем ими в ограниченной степени. Каждый из нас сможет владеть некоторым богатством. Мы можем обладать некоторой мудростью, небольшой силой. Эти достояния в незначительной мере присущи каждому человеку. Однако, тот, кто обладает всем этим больше, чем все остальные, на санскрите это называется асама урдва. Асама значит не имеющий равных. асама значит равный, асама не имеющий равных. А урдва выше. Если вы найдете того, кто превосходит всех остальных в богатстве, в славе, в мудрости, в красоте, это Бог. Таково определение Бога. Бог велик, а именно, никто не равен Ему, никто не превосходит Его ни в одном из этих достояний. Это Богован. Итак, здесь сказано, Вьясадев пишет, Бхагавад-гита это одна из глав Махабхараты. Махабхарата это история Великой Индии. Раньше Индия называлась Бхаратой. Название Индия было дано жителями Запада, но исконное название этой земли Бхарата, Бхарата-варша. Раньше эту планету называли Илаврита-варшей. А позже после императора Бхараты ее стали звать Бхарата-варшей. Бхарата-варша так называли не только Индию, но всю планету. По крайней мере пять тысяч лет назад ее называли Бхарата-варша. Название Бхарата-варша осталось, но сейчас осталось только за Индией. Итак, Бхагавад-гита является одной из глав Махабхараты. Возможно, вам известна книга под названием Махабхарата. Великая Бхарата-варша. История Великой Бхарата-варши. Это Махабхарата. Предпосылкой к Бхагавад-гите послужила Всемирная война под названием Битва на Курукшетре. Место Курукшетра до сих пор существует. Если вы ездили в Индию, возможно, вы видели его недалеко от Дели. Железнодорожная станция так и называется Курукшетра. Итак, пять тысячелетий назад произошла битва между двоюродными братьями. И Кришна, верховная личность Бога, Бхагаван, рассказал в это время Бхагавад-гиту. Поэтому здесь сказано Бхагавану Ватча. Итак, он учит Арджуну Бхакти-йоге. Йога means the means by the way you can contract to be prepared. Это называется йогой. По-другому йога переводится как соединение. Есть множество систем йоги, позволяющих обрести связь с Высшей Абсолютной Истиной. Есть три ступени постижения Абсолютной Истины. Безличная, локализованная и личная. В Шримад-Бхагаватам говорится, что разные люди рассматривают абсолютную истину с разных углов зрения. Например, если вы смотрите на гору издали, она кажется вам чем-то вроде облака. Если вы подойдете ближе, вы обнаружите, что она зеленая. Если же вы окажетесь на самой горе, вы увидите там огромное многообразие деревья, дома, животные и так далее. Объект один и тот же, но в зависимости от видения человека, от расстояния, он познается в разных этапах. бхагавата говорит, объект один и тот же, но в зависимости от понимания этого объекта, одни постигают абсолютную истину как безличный браман, другие как локализованную параматму, третий как верховную личность бога. В конце концов, абсолютная истина это верховная личность бога, бхагаван. Поэтому Вьясадева, составитель Махабхараты, говорит, Шри Бхагавану Вачи. Итак, наши движения сознания Кришны. Бхагавану называют Кришной, у него много миллионов имен, но Кришна главный среди них. Имя Кришны означает всепривлекающий. Бог привлекает всех. Не подумайте, что Бог привлекает одних и не привлекает других. Бог привлекателен для всех живых существ. Поэтому на картинах мы видим, как Кришна любит теляты, коров, деревья, гопи, пастушков. Он, Бог, любит всех, потому что все его сыновья. Об этом сказано в Бхагавадгите. Есть множество форм жизни. так говорит Кришна. Их матерью является материальная природа, а Я Отец, дающий семя. природа. Итак, Бог привлекает каждого. Он одинаково относится ко всем. Бог не различает. Это животное, это человек, это дерево. Нет. Каждое живое существо его неотъемлемая часть. Таково наше понимание сознания Бога или сознания Кришны. Мы практикуем бхакти-йогу. Есть разные системы йоги. Как я уже объяснял, люди постигают Бога как безличный Брама, как локализованную Параматму и как верховную личность Бога. путь, позволяющий обрести связь с ним, называется йогой. Есть разные пути йоги, из которых выделяются три основных. Гьяна-йога, хатха-йога и бхакти-йога. Как гласит Бхагавад-гита, бхакти-йога является наивысшей системой. Из всех йогов тот, кто всегда с любовью и верой думает о Кришне. И это не очень трудно. По словам Кришны, такой йог лучше из всех. О том, как стать таким йогом, рассказывается в седьмой главе Бхагавад-гиты. Кришна сам говорит об этом. Если вы хотите постичь Бога, лучше учиться этому у самого Бога, внимая Его словам, нежели пускаться в умозрительное рассуждение по этому поводу. Бог из словам Бога. Кришна is accepted by the just like Basde. Например, Вьясадева является составителем всех вед. Он признает Кришну верховной личностью Бога. После него все ачарьи, Рамануджи-чарь, Маду-ачарь, Вишну-суами, Господь Чайтани. Все они почитают Кришну как Верховного Господа. В нашей ведической культуре Кришна считается верховной личностью Бога. Здесь тоже сказано Шри-Бхагавану-ача. Господь учит тому, как стать совершенным йогом в сознании Кришны. Он говорит Майя-сакта-мана-парта йога-н-жунья-н-мадасре Майи ко мне асакта привязанность. Йога сознания Кришны это развитие привязанности к Кришне. Каждый из нас к чему-то привязан. к семье, к другу, к дому, к какому-нибудь хобби, к кошкам, собакам. Нам не нужно учиться привязанности. Нет нужды объяснять, что такое привязанность. Привязанность живет в сердце каждого. Человек хочет быть привязанным к кому-то. Каждый хочет кого-то любить. Любовь несовместима с одиночеством. Любовь подразумевает двоих. И привязанность естественна. Каждый знает об этом. Система Йоги сознания Кришны это развитие привязанности к Кришне. Поэтому здесь говорится «Постепенно все больше привязывайся ко мне», говорит Кришна. «Практикую эту йогу Мад-а-шрэя» «Принимая прибежище у меня». Слова «Мад-а-шрэя» имеют двоякое значение. Вы можете принять прибежище у самого Кришны, либо у того, кто принял у Кришны прибежище. Таков смысл слов «Мад-а-шрэя». Это называется парампарой. Крепкая привязанность к Кришне или к преданному Кришне – это одно и то же. «Мад-а-шрэя». Можно привести пример электричества. Если вы прикоснетесь к предмету, заряженному электричеством, то электричество передастся и вам. Каждый день мы пользуемся электроприборами, включая их в розетку, соединенную с электростанцией посредством электрических проводов. Такой же принцип лежит в основе парампуры. Кришна – изначально верховная Личность Бога. Послание исходит от Него. Если вы передаете его, как и другие члены ученической преемственности, то вы соприкасаетесь с самим Кришной. Это называется «йогам-юнджин-мад-а-шрэя». Это непрерывная связь с Кришной. «Асам-шайям» означает «без сомнений». А «самаграм» во всей полноте. Кришна говорит, слово «мам» указывает на верховную личность Бога. «Ты сможешь постичь меня, внимая мне». Кришна сам говорит об этом. Итак, если мы примем Бхагавад-гиту, как она есть, такой, какой ее рассказал сам Кришна, мы сможем постичь Бога. И у нас не останется никаких сомнений, а самше, и самаграм, целиком и полностью мы сможем это понять. В нашем нынешнем положении, имея ограниченные материальные чувства, греша четырьмя несовершенствами, мы не способны постичь Бога. В материальной жизни присущи четыре изъяна. Мы ошибаемся, каждый из нас. мы попадаем под влияние иллюзии, мы принимаем одно за другое, и наши чувства несовершенны. Знания, которые мы получаем посредством наших чувств, несовершенны, потому что наши чувства несовершенны. несовершенны. К примеру, каждый день мы видим солнце своими глазами, но поскольку наши чувства несовершенны, солнце представляется нам диском, несмотря на то, что оно в миллион, четыреста тысяч раз больше Земли. Если мы оценим возможности наших чувств, то увидим, что они несовершенны. выводы, сделанные на основе несовершенных чувств, тоже несовершенны. Поэтому все философы, теоретики, так называемые ученые, в объяснении своих теорий используют такие выражения, как «вероятно», «может быть» и так далее. Это означает, что их знание несовершенно, однако знание, полученное от высшего совершенства, от Бога, поистине совершенно. Таков наш путь. В четвертой главе Шимадхбхагавадгиты вы прочтете слова Кришны. Кришна объяснил философию Бхагавадгиты Богу Солнца, который пересказал ее своему сыну Ману, а тот своему сыну Икшваку. Так по цепи ученической преемственности Бхагавадгита дошла до земли. Если мы соблюдаем традицию преемственности, избегая излишних толкований, мы поймем Бхагавадгиту. Таков путь. Суть нашего движения постижения Верховной Личности Кришны таким, каков Он есть, без каких-либо интерпретаций. Вот что такое Йога сознания Кришны. Как говорит Кришна, этого можно достичь, если Кришна всегда будет в центре нашей жизни. Если вы практикуете эту йогу, если Кришна находится в центре вашей жизни, если вы всегда думаете о Кришне, о Его образе, вам все откроется. Такова йога сознания Кришны. В следующем стихе Он говорит Я рассказываю тебе о пути познания к гьянам. Гьянам это знание Те Тебе. Са вигьянам Гьянам это теоретическое знание. А вигьянам практическое. К примеру, постигая ту или иную науку, студент должен сдавать экзамены как по теории, так и по практике. К примеру, теория. При соединении этого вещества с этим образуется следующее вещество. Это теоретическое знание. Но когда вы действительно соединяете эти два или три вещества и получаете результат, это практическое знание. Недавно в Калифорнийском университете на конференции, посвященной эволюционной теории, один ученый заявил, что жизнь возникает из четырех элементов. Но когда один из студентов сказал, если я предоставлю вам эти четыре вещества, сможете ли вы создать жизнь, тот ответил, я не могу этого утверждать. Вот что такое несовершенное знание. Если вы говорите, что жизнь возникает из химических веществ, то вы должны экспериментально это продемонстрировать, соединив эти вещества и создать жизнь. Это называется вигьяном, практической демонстрацией. В противном случае это несовершенное знание. Научное знание предполагает наблюдение, а также опыт. Если ваш опыт не удался, ваше знание не научно. Оно должно подтверждаться экспериментально. Итак, здесь сказано «Я сообщаю тебе это знание, которое ты можешь испытать на практике». Это не просто теория. Слово аше шата означает полностью насколько это возможно. Я объясняю тебе столько, сколько ты способен понять. «Я джи-гятва» «Я-джи-гятва» «Если вы сможете понять это знание и подтвердить его на практике, для вас не останется ничего непознанного». это означает, что ваше знание будет полным и совершенным. Об этом же сказано в ведах. Если вы просто попытаетесь постичь Бога, не попытаетесь, если вы овладеете этой божественной наукой, вы поймете все. Ибо Бог есть все. Бог является центром всего. Это слова вед. Источник всего материального творения. В Веданта Сутре сказано «джанмадья сяятага». Абсолютная истина это то, из чего все исходит. Если вы осознаете абсолютную истину, вы сможете постичь все отрасли знания. Поэтому Кришна говорит «Я сообщаю тебе об этом во всей полноте». Яджи «Аньяд-буя» «Снова». «Аньяд» «Что-либо еще». «Ятавьям авашишляте» «Не останется ничего непознанного». «Все откроется тебе». Кришна Кришна сказал «Манусянам сахасешу кащиджататисиддхай Манусянам обитателей вод». «Два миллиона видов растений». В общей сложности существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Не подумайте, что у растений нет жизни. Они тоже живые существа. Мы не признаем теорию, отрицающую существование души у животных. Нет. Душа есть у всех, даже у растений, деревьев, у каждого. У них лишь другие тела. Не подумайте, что душа есть только у человека. Это не так. В действительности, изучив признаки присутствия души, мы обнаружим их повсюду. Они есть даже у растений. Сэр Джагадиш Чандра Бозы, один из величайших ученых мира, при помощи специального прибора доказал, что растения чувствуют боль, когда вы срезаете их ветви или листья, срываете. И так душа есть у всех. Поэтому Кришна говорит, и как здесь сказано, из миллионов людей лишь один стремится обрести совершенную жизнь, ибо все увлечены удовлетворением животных потребностей. Что это такое? Еда, сон, секс и защита. Эти потребности общие и для животных, и для людей. Есть, спать, совокупляться и обороняться. Защита. Все пытаются делать это в силу своих способностей. Кошки и собаки тоже едят, тоже спят, занимаются сексом и тоже стараются защищаться, когда им угрожает опасность при встрече с врагом. Это присуще животному и человеку. Но в чем особая прерогатива людей? Сиддхи. Достижение совершенной жизни. Поэтому здесь сказано Сиддхи означает ради совершенства. В чем заключается совершенство жизни? В избавлении от рождения, смерти, болезни и старости. Вот что такое совершенство. Люди не знают о том, что у них есть возможность освободиться от рождения, смерти и старости. В мире столько университетов, столько образовательных учреждений, но ни в одном из них нет факультета, где бы изучали эту науку о том, как остановить круговорот рождения, смерти, старости, болезни. В химических лабораториях они пытаются изобрести химические вещества, предохраняющие от рождения, противозачаточные средства, но нет такого лекарства, которое бы могло избавить от смерти, от будущих рождений, от старости, от болезней. Вы можете придумать препарат или лекарства, противодействующие болезни. К примеру, на Западе люди болеют раком. Ученые придумывают множество разных препаратов, но нет такого лекарства, которое бы раз и навсегда положило конец этому заболеванию. Это невозможно. настоящее сидви — это способность преодолеть четыре страдания жизни. Это совершенство. Об этом сказано в Бхагавадгите. Люди делают попытки подавить страдания, доставляемые жизнью. Весь научный прогресс, знания, философия, теология сводятся к тому, чтобы положить конец мучениям. Но настоящее мучение, согласно Бхагавадгите, это рождение, смерть, старость и болезни. Не уходите. Отнеситесь к этому серьезно. Это страдание. К примеру, люди участливо относятся к проблеме голода. они стараются накормить голодных. Что ж, это вы можете делать, это хорошее дело, но почему бы вам не попытаться? И голодающие, и благополучные люди умрут. Накормить его голодных или нет, этим вам не остановить смерть. Смерть неизбежна. поэтому, если вы сможете остановить смерть, это будет истинным благодеянием. Цель нашего движения сознания Кришны остановить смерть. Вы будете удивлены. Возможно, вам это не очень понравится, но это возможно. Это возможно. Дело в том, что мы вечны. Мы живые существа, души, неотъемлемые частицы Бога, и мы вечны. Прежде всего, мы должны постичь свое изначальное положение. Мы должны познать себя. По своей природе мы вечны. Мы не умираем. Я не умираю со смертью своего тела. Я продолжаю существовать. К примеру, моего детского тела уже не существует. Оно умерло. Нет и моего юношеского тела. Все те тела, что были у меня в прошлом, прекратили свое существование, но я продолжаю существовать. Следовательно, я вечен. Когда человек всерьез задается вопросом, я вечен. Так почему мне приходится умирать? Это называется сиддхи самопознанием. Поэтому Кришна говорит сиддхи совершенство это прекращение круговорота рождения и смерти. Ведь я вечен. Например, если вы заболели, ваше сиддхи, ваше совершенство заключается в том, чтобы выздороветь. Это ваша задача. Смысл не в том, чтобы просто лечить болезнь, просто пить лекарства. Нет. Ваша цель выздороветь. Для нас быть здоровым это быть свободным от рождения, смерти, старости и болезни. Вот что такое здоровое состояние. Кто же стремится к этому? Никого этому всерьез не учат. И так как люди не получают такого образования, они не знают о том, что могут избавиться от смерти, рождения и болезни. Поэтому Кришна говорит, «Манушья нам сахасрешу» из многих миллионов людей. Взгляните на наше движение сознания Кришны. Мы пытаемся учить тому, как достичь совершенства жизни, тому, как освободиться от четырех видов страданий, от рождения, смерти, старости, болезни. Но много ли людей присоединяется к нам? Некоторые из них считают, что все это вымысел. Нет, это факт, научный факт, научный. Но люди не интересуются этими темами, их интересует лишь усложжение чувств. Об этом сказано в Шримадхабхатам. Они сошли с ума, они просто обезумели от материальных наслаждений, но они забывают, что цель человеческой жизни найти решение всем проблемам жизни. Людей это не интересует. Они думают увеличивать возможности для усложнения чувств. Вот совершенство. Это несовершенство. вы можете улучшить материальные условия жизни, но вы не сможете долго жить в них. К примеру, вы построили этот прекрасный город Стокгольм или любой другой город Европы. Это очень хорошо, но останьтесь здесь. Вы не сможете. в этом ваша беда. Вы построили хороший дом, замечательно, но сможете ли вы здесь остаться? Если вы сможете решить эту проблему, да, я построил хороший дом, хороший город, хорошую страну, у меня все хорошо, но смогу ли я остаться здесь и наслаждаться? Мне это не позволят. Тогда в чем ваше совершенство? Это проблема. Поэтому Кришна говорит, многие пытаются достичь совершенства в жизни при помощи гьяна-йоги, дхьяна-йоги или хатха-йоги. Существует множество методов, но нет такого пути. Путь есть, но людей он не интересует. Какой путь? Никто не пытается постичь Бога. Люди изучают разные науки, но это не решит их проблем. но никто не пытается постичь Бога. Из многих тысяч и миллионов людей лишь один может пытаться достичь совершенства жизни. И из таких людей, старающихся достичь совершенства, лишь немногие познали Бога, Кришну. Поэтому Кришна сам рассказывает о себе, особенно в седьмой главе. Невозможно рассказать обо всех стихах, мы можем прокомментировать лишь один, два или три стиха. Далее он говорит Прокрити, природа. Прежде всего, мы должны изучить материальную природу, что представляет собой материальная природа. Например, ученые, химики, физики пытаются изучать материальную природу. Здесь говорится, что материальная природа состоит из восьми стихий. Пять грубых и три тонких. Пять грубых стихий это бхуми, бхуми значит земля, апа вода, огонь, также ваю, воздух и кхам это небо, эфир, далее ум, затем буддхи, разум, аханкара, сознание своего я, я, американец, я, англичанин, я, швед. Таковы восемь элементов земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум и самость. Это восемь материальных элементов. Ум тоже материален, как и разум. Люди изучают грубые элементы. к примеру, почвоведы пытаются изучать землю, геологи отыскивают месторождения, залежи полезных ископаемых и так далее. Кто-то изучает свет или воздух. Все это материя. В этих науках нет знания о душе. Ум, психологи изучают функции ума, чувства, желания, их проявления. Это тоже материальный предмет. Кто-то изучает пространство. Есть множество наук, но все это материальные знания. Кришна говорит, это проявление моей энергии. Есть связь между Кришной и землей, водой, и остальными элементами, являющимися предметом изучения материальной науки. Но мы не знаем Кришну. Мы заняты лишь поверхностными исследованиями. К примеру, медицина. Люди изучают физическое тело, но ничего не знают про духовную искру, душу, находящуюся в теле. Кто же перевоплощается из тела в тело? Согласно теории Дарвина, одно тело превращается в другое. Это абсурд. Из одного тела в другое переселяется душа. Вот что такое знание. Это факт. Мы можем это доказать, если понадобится. Но это факт. Душа есть. А восемь материальных элементов являются лишь покрытием, вроде рубашки и пальто. Рубашка — нижняя одежда, пальто — верхняя. То же самое можно сказать и про тело, состоящее из земли, воды, огня, воздуха. Тело представляет собой не что иное, как совокупность материальных элементов. Мы собираем какую-нибудь машину, соединяя материальные компоненты. Тело подобно такой машине. Как сказано в Бхагавадгите, «Янтра-рудхани-майя-я». Нам дали эту машину, чтобы мы могли передвигаться. Кто дал? Майя — иллюзорная энергия. Сообразно нашим желаниям нам дано тело определенного вида, определенная машина, и мы перемещаемся с его помощью. К примеру, если у нас есть машина, мы можем перемещаться отсюда, туда. Точно так же с помощью тела мы передвигаемся не только по этой планете, но порой оказываемся на других планетах в этой вселенной. В материальном теле мы можем передвигаться внутри этой вселенной, этого материального мира. Но если мы хотим отправиться в духовный мир, тогда нам придется избавиться от клетки в виде материального тела и в духовном теле переместиться в духовный мир. Тогда мы действительно обретем вечную жизнь, исполненную блаженство и знания. В этом смысл нашего движения сознания Кришны. Мы просим вас читать наши книги. У нас много томов книг. И мы говорим людям этого мира, что вы можете выбраться из плена рождения, смерти, старости и болезни и перенестись в духовный мир, где будете жить вечно, в полном счастье и знании. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Можно ли использовать духовное мышление для лечения телесных недугов? Да. Это нетрудно понять. Можно сравнить живого человека с мертвым. В теле живого человека есть душа. тогда, как у мертвого есть только тело, но нет души. Однако, как только тело умирает, то есть, когда душа покидает тело, последнее тут же начинает разлагаться. но этого не происходит с телом, в котором живет душа. Поэтому, если вы одухотворяете свое тело, с ним не случится ни разложения, ни болезни. можно привести другой пример. Если железный пруд поместить в огонь, он начнет нагреваться, пока он, наконец, не раскалится до красна. Раскаленный до красна — это уже не железный пруд, но огонь. Он будет сжечь все, к чему прикасается. Аналогично, если вы одухотворите свое тело сознанием Кришны, вы забудете о болезнях. Продолжение следует... Он просит Шрилл Павпаду прочесть пять санскритских стихов из второй главы, начиная с пятого. Найди в книге. Какой номер стиха? Как он звучит? Десятый стих. Одиннадцатый? 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 Асад-чан анна-су-частан прагья-баданг-сабхасаси гатасун-агатасун-ша нану-шучэнти-пандита Перевод следующий. Верховный Господь сказал, ведя ученые речи, Арджуна принял Кришну духовным учителя. Сначала он разговаривал с ним как с другом, но увидев, что ему не решить вставшую перед ним проблему дружескими беседами, он принял Кришну духовным учителем. И первое, что сделал Кришна, это отсчитал Арджуну такими словами Асад-чан анна-су-частан Ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Асад-чан Но ты говоришь, как великий ученый. Он мягко упрекнул его пандиту, ученому человеку, не к лицу такие скорбные чувства. Иными словами, он сказал, ты последний негодяй. Ты глупец. Ты говоришь, как ученый, но ты глупец. Он намекал, пандита. Это сведущие люди. К примеру, настоящие ученые знают, что тело это лишь груда материи. Машина, красивая машина, Rolls-Royce, очень хорошая, ценная, дорогая. Но в конце концов, это лишь груда материи. Машина важна только, если есть водитель. В противном случае, это просто груда материи. Допустим, произошла авария, и люди теряют голову, о, я пропал, я пропал. Куда вы пропали? Вы не машина. Вы не машина. У вас будет другая. Зачем расстраиваться? Вот о чем говорит Кришна. Почему ты сокрушаешься от тела? Это не предмет для скорби. Живо оно или мертво. Это лишь груда материи. Таков смысл его слов. Следующий стих, Шива Прабхата. Следующий стих. Он объяснил, «Я, ты» и все эти люди, цари и воины, собравшиеся здесь, существовали прежде. Они всегда были индивидуальными душами, как я, Бог, индивидуален. Также индивидуальны и вы. Мы существовали в прошлом. Мы существуем сейчас. Я существую, и вы существуете. Войны и цари тоже. И в будущем мы продолжим существование. Тело может измениться. К примеру, мы существовали в прошлом. Сейчас у нас другое тело, оно изменилось. Точно так же, когда придет конец нашему нынешнему телу, мы будем существовать в другом теле. Так есть ли повод переживать? Таков смысл этого стиха. Не было такого времени, когда бы не существовал я и ты. Это значит, ты существовал, я существовал. И все они существовали. Мы вечны. В этом суть. Мы души, мы не тело. К примеру, я существовал в детстве, я существовал в юности, я существую сейчас. Поэтому правильно будет заключить, когда это тело прекратит свое существование, я буду существовать в другом теле. Поэтому не стоит сокрушаться по поводу груды материи. Нужно со всей серьезностью отнестись к науке о том, что существует вечно, о душе, это образование. Мы обеспокоены поверхностными вещами, нашим материальным телом. Это невежество. Мы должны решительно постичь то вечное, что пребывает внутри этого тела. Могу я спросить, это христианское учреждение, и мне интересно, каково ваше личное мнение о главном герое Евангелия, Иисусе Христе. Я немного знаю о нем. Кто он? Вы знаете? Кто-то знает? В чем заключается главная отличительная особенность Евангелия Иисуса Христа? Нет, он спрашивает о самом Иисусе Христе. Каково ваше мнение о его главном учении? Да, что касается главного учения, то в Библии Иисус Христос сказал, не убей, но они, вы, все убивают. Это нарушение первой заповеди. Там ясно сказано, не убей. Но когда мы спрашиваем у любого христианина, почему вы убиваете, он не может дать удовлетворительного ответа. Но сам, сам Христос. Мы глубоко почитаем Иисуса Христа, да. Мы называем Его Господом, мы искренне уважаем Его. Его учение истина. Он сообщает вам послание Бога. Мы делаем то же самое. Поэтому Он истинный учитель. Каждый, кто несет знания о Боге, является истинным представителем Бога. Мы это признаем. Но, к сожалению, люди не следуют Его наставлениям. Вот что нас огорчает. Во всем остальном это прекрасное учение. Я хотел бы спросить о 8 миллионах, 400 тысячах видах жизни, через которые эволюционирует человек. Может ли душа, став человеком, вновь родиться в царстве животных? Да. Если он окажется в царстве животных, что случится с его сознанием, которое он обрел, будучи человеком? Да. Сознание соответствует телу. К примеру, когда вы были ребенком, у вас было другое сознание, потому что у вас было другое тело. В детстве вы могли говорить всякую чепуху. Ваши родители не обращали на это внимания, потому что вы всего лишь ребенок. Но если же вы будете говорить то же самое сейчас, это будет восприниматься по-другому, потому что у вас другое тело. Сознание зависит от типа тела. В человеческой форме жизни у нас сильно развитое сознание, поэтому мы должны воспользоваться этим сознанием, чтобы постичь Бога, наши отношения с Ним и действовать соответственно им. Тогда мы станем совершенными. если же мы не используем преимущество человеческой формы жизни, если наше сознание останется на уровне сознания собаки, если мы будем озабочены лишь едой, сном и сексом, тогда неизвестно, какое тело мы получим в следующей жизни. Если сейчас я свяжу свою жизнь с движением Кришны, получу ли я благодаря этому человеческое тело в следующей жизни? Не только человеческое тело, у вас уже есть духовное тело. сейчас оно скрыто материальным телом. Если вы разольете сознание Кришны, вам не придется больше воплощаться в материальном теле. У вас будет духовное тело, в котором вы отправитесь в духовный мир, чтобы жить с Кришной. Это величайшее совершенство. Швила Прабхата, если он встретил вас сейчас здесь, то гарантирует ли это ему человеческую форму в следующей жизни. Да, если вы сознаете Кришну, то даже если вы не прошли путь до конца, тем не менее, вы получите возможность родиться человеком в самых лучших условиях. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Тот, кто не смог достичь совершенства в йоге сознания Кришны, в следующей жизни снова рождается человеком в очень состоятельной или очень чистой семье. По крайней мере, он непременно родится человеком, даже если он сошел в пути сознания Кришны, он получит еще один шанс. Рождение в состоятельной семье избавляет человека от финансовых трудностей. Он может целиком посвятить себя постижению Бога, но люди этого не делают. Родившись в богатой семье, человек думает, я получил целое состояние, не ударив палец о палец, теперь у меня есть все возможности для удовлетворения чувств. У таких людей нет должного руководства. В противном случае у них есть все возможности для духовной жизни. Такие же возможности предоставляют рождение в семье чистого Брамана, у просветленных родителей. Например, дети наших учеников с самого рождения получают возможность постичь Кришну. Это прекрасная возможность с детства.